МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Надела футболку со смешным рисунком и заплела две нелепых косички. Незабавы ради. Ведь древняя народная мудрость гласит, настоящий друг не тот, кто медом мажет, а кто правду все расскажет. Что ж, посмотрим, хватит ли с милостью моего друга на прокат, которого зовут Игорь, сказать, что я выгляжу нелепо. Вот. Вас по ингре я мог отнести к кэжуалу, да? То есть вы предпочитаете, вот если смотреть то, что вы сейчас наносите, вы предпочитаете кэжуалу, но ваши две вот эти косички, вот, они чуть, наверное, больше выбиваются из кэжуала, они добавляют игривости какую-то, да? Ну, это ваше самовыражение, ваше там, какая-то, вот вы так видите себя, да? В общем, мой внешний вид парня не смусил. И поспорить с ним сложно. Друзья ведь должны любить друг друга такими, какие они есть. Дальше проверяем поговорку про последнюю рубашку, которую не жалко отдать близкому человеку. По заранее заготовленному плану я проливаю на себя газировку. А можешь мне отдать футболку? Ну, свою? Да. Она себе размера на другой. Ну, хотя бы чистая будет. Это чистая футболка. Я, конечно, бы с удовольствием поменялся с тобой футболками, выручил бы тебя. Но она тебя не спасет, она делает тебе живое страшнее. Она тебя, как бы, вообще спрячет в тебя. Что ж, очередная пословица не проходит. Игорь постепенно сдает позиции настоящего друга. Значит, пришло время переходить к самому радикальному пункту. Я признаюсь Игорю, что совершила что-то очень плохое. Ты совершил противозаконную вещь. Хочешь помочь? И, Криша, попроси, чтобы я тебе помогу. Нет, я ее уже сделала. А, ты ее уже сделала. Что, я могу помочь? Спрятать расшлененный труп? Помочь спрятать, вынести расшлененные останки с балкона? Я беру очень дорого. Если дело касается расшлененки, очень дорого. Пойдем, я там что-то покажу. Пойдем. Давай. Игорь был близок к разгадке. Подставное тело мы спрятали в багажник автомобиля. В мешок уложили подушки и бумагу. Везюма кетчупом измазали мешковину зря. Друг на прокат нам не поверил. Пришлось раскрываться. Итог нашего эксперимента. Игорь проверку не прошел. Все-таки реальную помощь лучше просить у настоящих друзей. Но Игорь этого и не отрицает. Говорит, что лозунг «Друг на прокат» многих вводит в заблуждение. Немножко неправильно отражает содержание. Но пробиваться на рынок вот этой услуги с каким-то другим обтекаемым названием, с точки зрения маркетинга, наверное, не так успешно было бы. Вот видите, были обсуждения там «за» и «против». То есть реакция есть, эффект есть. Возникает желание посмотреть, что же такое, как у вас. Поэтому с точки зрения рекламы, наверное, оправданно. А с точки зрения содержания, конечно, это чуть-чуть уход в сторону. В Новосибирске нам удалось найти три подобных агентства. Все предлагают одинаковые услуги. Липовых друзей советуют брать в кино, на концерт, покататься вместе на роликах или позагорать на пляже. Но чаще горожане покупают друга, чтобы просто поговорить. В большинстве случаев это молодые девушки, которых волнуют отношения с парнями или в семье. Мы решили не отклоняться от заданного курса и испробовать все поговорки. Следуя очередной народной мудрости, настоящие друзья должны вместе путь соли съесть. Мой друг всего на час. Поэтому и дозы у нас будут чуть-чуть поменьше. Катерина Перемыкина, Ростислав Нитисов, «Комсомольская правда», Новосибирск. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова